Добрый вечер, я Ирина Евгеньева и смотрите сегодня в Информбюро. Прокуратура начала проверку по факту паводков. Кто в центре внимания? В каких регионах миновал пик? Угроз подтопления с территории приграничных государств не имеется. Сколько домашнего скота погибло и как будут компенсировать ущерб сельским жителям? Подозревается в вымогательстве, самоуправстве и незаконном лишении свободы. Расследование в отношении Гульмиры Сатебалды завершено. Когда дело поступит в суд? По каким статьям уже обвиняли бывшую невестку первого президента? Правила изменились. Кредиты будут выдавать по-новому. Какие ограничения ведут для граждан? Платежа по 40 низкая, не соответствует сумме займа. Его имеют право отказать. Какой лимит предлагают утвердить для потребительских займов? И насколько упростят процедуру банкротства? Маниакальная любовь. В суде зачитали личную переписку с Салтанат Нукеновой с подругой. Что она рассказала об отношениях с Куандыком Бешимбаевым? У нее с левой стороны здесь были следы от удушья, следы от веревок. Какие подробности сообщила помощница погибшей? Прокуратура и антикоррупционная служба проводят проверку по фактам паводков. Сейчас они изучают документы о выделении и освоении бюджетных средств. О результатах сообщат позже. Тем временем в Казахстане продолжают противостоять паводкам. Как обстоят дела в регионах, расскажет Елеман Рейнбеков. Пик паводков уже прошел в Кастанайской, Актюбинской, Акмолинской и Карагандинской областях. Спасено и эвакуировано более 97 тысяч граждан. Угроз подтопления с территории приграничных государств не имеется. На контроле находится ситуация прорыва в городе Орск Оренбургской области Российской Федерации и подъем уровня воды реки Урал на территории Западно-Казахстанской области. Чтобы получить компенсацию от паводков, пострадавшим необходимо написать в течение 30 дней заявление в Акимат, предоставив копию удостоверения личности и список утраченного и испорченного имущества. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, всем получателям адресной социальной помощи из зон ЧАЭС автоматически будет продлено ее назначение во втором квартале этого года без их обращения в госинстанции. Казахстанцы, трудоустроенные на субсидируемые рабочие места в районах и городах, где была объявлена чрезвычайная ситуация, продолжат получать заработную плату без изменений. Кроме того, заемщикам по программе молодежного микрокредитования, пострадавшим от паводков, будет предоставлена отсрочка платежей по микрокредитам, а также рассмотрены иные меры государственной поддержки. С момента половодья количество павших домашних животных перевалило за 8 тысяч голов. Правительство намерено компенсировать потери. Владельцам необходимо будет обратиться в местную комиссию с указанием данных по животным. Факт владения сельхозживотными будет подтверждаться актами комиссии. Размер компенсации владельцам будет определен на основе данных о рыночной стоимости животных в разрезе видов и половозрастных групп, публикуемых Бюро национальной статистики. До сих пор потопленными остаются почти 3,5 тысячи домов и 336 дворовых территорий. 69 населенных пунктов буквально отрезаны от мира. Илья Манрайбеков, Дума Сулеменов, Информбюро. В Павлодарской области приступают к строительству жилья для пострадавших от паводков. Оценка ущерба нанесенного стихией уже завершена. Когда люди смогут въехать в новые дома, расскажет Валентина Леонова. Пострадавшим от наводнения построят новое жилье. Уже разработаны два эскизных проекта, которые сейчас проходят госэкспертизу. Министр Ханат Шарлапаев встретился с представителями строительных компаний для незамедлительного начала строительства. Важным этапом является техническая инспекция акиматами пострадавших домов для определения объема работы. В Павлодарской области режим ЧС был объявлен только в одном селе Жалауле. Там талые воды подтопили 14 домов. По итогам оценки, пять домов признаны аварийными, а девять подлежат восстановлению. Семьям, чьи дома признали опасными для проживания, построят новое жилье. Тяжелая техника приступит к работе в конце недели. Вместо всех этих аварийных домов будут построены новые дома за счет спонсорских средств. Стоимость порядка 22 миллионов тенге один дом. Задачу я поставил подрядчику, чтобы он уже, скажем, к концу этой недели приступил к работам. И, как я говорил, уже где-то два с половиной месяца нужно подрядчику, чтобы пять домов возвести и, скажем, построить, и ввести в эксплуатацию. В селе Жалаулы возведут дома площадью 102 квадратных метра. Здание построят на возвышенности. И если в будущем подтопление повторится, вода обойдет их стороной. На возмещение ущерба пострадавшим из бюджета региона и спонсорских средств выделено более 200 миллионов тенге. Валентина Леонова, Алексей Мехедов, Информбюро Павлодарской области. Около 250 звонков приняли операторы горячей линии в дни паводков в Акцюбинской области. У многих была паника, страх. Люди не знали, как вести себя в сложной ситуации. Нелегко приходится и сейчас пострадавшим от паводка, так как их дома затоплены. Какая моральная поддержка оказывается людям, расскажет Эльмира Ержанова. В первые дни паводков дозвониться в службу спасения, либо в единый контакт-центр было практически невозможно. Линии были перегружены. Люди просили помощи. Подвезти песок, отправить спасателей. Плакали, боялись утонуть в ледяной воде. Круглосуточно психологическую помощь оказывали и по телефону горячей линии при ДЧС области. Здесь главное успокоить человека и немножко придать ему уверенности, чтобы он знал, что помощь идет, например, будет оказана какая-то помощь. Особенно острая ситуация возникла в Уилском районе. Около 200 человек укрылись в местной школе. Но первый этаж начал отопить. Люди поднялись выше. Психологическое напряжение росло. Вертолет не мог приземлиться, так как повсюду была вода, рассказывает психолог Гульсия Замдавлетова. После того, как людей начали вывозить на лодках, каждый пытался сесть первым. Сработал эффект толпы. Люди были напуганы. У людей был страх, агрессия. Многие злились, что помощь быстро не прибыла. Плакали от того, что потеряли единственное жилье. У многих еще погиб скот. Мы с ними вели беседу, морально поддерживали. Среди спасенных от паводка и 70-летняя Дарига Берекенова бабушка рассказывает, что было очень страшно. Вместе с домочадцами она спаслась, забравшись на стол. Мне под 70 лет уже. Конечно, нелегко в таком возрасте оказаться без крыши над головой. Но что поделаешь, придется запастись терпением. Главное, чтобы с домом помогли. Помимо взрослых в психологической помощи нуждаются дети. По словам школьного психолога, при поступлении они рисовали в основном в темных тонах. Сейчас добавили ярких красок, так как с ними ведется работа. Кстати, в спортшколе села Уил, где вывесили рисунки детей, тоже можно заметить, что свои переживания ребята выплескивают на бумагу. Изображают в основном дома под водой. В Североказахстанской области жители собирают гуманитарную помощь для пострадавших от паводка. Пик половодья в регионе еще не пройден. Волонтеры общественной организации призывают население объединиться и вместе справиться с бедой. Екатерина Белоусова побывала в пунктах сбора гуманитарной помощи. В Североказахстанской области подтопленными остаются 76 домов. Эвакуировано 634 человек из трех районов и окрестностей Петропавловска. Люди с ужасом ждут прихода большой воды, но не бездействуют. В областном центре открыты сразу несколько пунктов сбора гуманитарной помощи. Североказахстанцы несут вещи первой необходимости. Чем смогли, тем помогли. Продуктов купили там. Конечно, очень страшно. Поэтому я вообще всю ночь не спала. Говорю, утром идем, соберем, что есть возможность и отдадим. Как бы, ну, всех призываю помочь. В приоритете теплая одежда, предметы личной гигиены, продукты питания, медицинские принадлежности. Приносить просят новое. Продукты питания, долгого длительного хранения, вода, какие-то крупы, возможно, консервы, одежду детскую, теплые одеяла, подушки. К сбору гуманитарной помощи подключился и молодежный ресурсный центр по области. Задействовано 1200 волонтеров, 160 в Петропавловске. Они помогают укреплять дамбы и эвакуировать людей. Люди нас обеспечили это сапогами, спасательные жилеты, которые наши спонсоры нам предоставили. И мы в этих жилетах, в сапогах уже эвакуируем людей. Мы эти жилеты, если вдруг у нас крайняя будет такая катастрофа, мы эти жилеты будем нашим людям раздавать. Собранное будет распределяться по заявкам от населения области. Если останутся излишки, их отправят туда, где это необходимо. Екатерина Белоусова, Анатолий Бледных, Информбюро, Петропавловск. Приют для бездомных животных в Кустанае переполнен. Сейчас туда привозят питомцев, которых хозяева оставили в потопленных домах. В эти дни волонтеры помогают не только людям, но и четвероногим. Их снимают с крыш и вызволяют из ледяной воды. Нина Шапора скажет, как выживает в зоне бедствия хвостатый эваку-пункт. Сейчас он очень страдает в вольере, но вернуться ему пока некуда. Плавать он, к сожалению, не умеет. Поэтому, как только станет сухо, мы его отпустим. И таких историй о четвероногих эвакуированных сотни. К счастью, до приюта не добралась большая вода. Сейчас он переполнен. Кто-то приводил животных сам, кто-то не успел. И уже волонтеры вызволяли питомцев из затопленных дворов и домов. Кусали нас. Каждая из нас уже с покусом. С прокусанными руками. Девочки все уже ездили по травпунктам. Я тоже получаю вакцинацию. Бешенство. Это не самое страшное. Сейчас есть очень важный момент в том, что есть вероятность, что большая часть животных будет некуда вернуться. Конечно, есть ответственные хозяева, которые уже приезжали проведать своих питомцев. Но многим и самим некуда податься. Поэтому волонтеры ждут, пока всех домашних разберут, а оставшихся будут пристраивать. Между тем, к поискам пропавших животных присоединились и рыбаки. Люди на лодках. Вот собак много вывезли очень. У нас парнишка один Денис. Он, наверное, начинал еще с приюта, который возил собак. Он очень много перевез животных. Прям конкретно он тоже 2-3 ночи плавал, перевозил животных. Ну, много ребят как бы откликнулись. Спасти удалось свыше 200 четвероногих. К сожалению, в понедельник уже все расслабились, как только она отступила всего на 20 сантиметров. Но при этом никто не понимает, что животные находятся до сих пор на крышах. Они стали, наоборот, подниматься с чердаков, выходить максимально в поисках еды. Не просто сейчас добираться до собак и на лодках. На резиновых небезопасно. Несколько уже продрявили. А катер не проходит в труднодоступных местах. Но волонтеры до последнего будут бороться. Правда, живых уже находят реже. Нина Шаппожа, Небека Кимжан, Информбюро, Костанай. Ученые Восточно-Казахстанской области намерены создать систему прогнозирования паводков. Исследователи надеются таким образом улучшить качество прогнозов. Программа уже запущена в тестовом режиме. Жанара Сулханова расскажет подробнее. Детальную карту паводковых угроз и зон затопления с опасными участками создают ученые. Разработчики использовали современные геоинформационные системы с учетом инфраструктуры, жилой застройки, рельефа и метеоусловий. Это моделирование поможет специалистам оценить паводковую ситуацию и уменьшить риск подтопления тех или иных населенных пунктов. В этой программе будут храниться данные минимум за 50 лет. Это выстроит более точные прогнозы. В основе моей научной работы лежит комплекс программ, ГИС-системы, потом программа по моделированию, математическая модель, которая создана внутри университета, непосредственно, и визуализация. В базе данных хранится информация об осадках, температуре, количестве снега, о подтоплении за прошлые годы и уровне воды с гидропостов. Эти данные разработчики берут из открытых источников, которые не полные и не лучшего качества. Сетуют, что на официальных ресурсах информация платная и стоит очень дорого. В ДЧС, говорят, такая программа жизненно необходима для паводка опасного региона. Предлагают также снабдить программу более детальной информацией о состоянии малых рек. При поднятии резкого уровня воды в маленьких реках, либо в крупных реках, нам интересно будет время добегания этой волны до населенных пунктов. Это будет время для подготовки населения, либо наших сил и средств. Пока проект запущен в тестовом режиме, в дальнейшем его планируется улучшить с применением технологий искусственного интеллекта. Жена Раслыханова, Лежан Ильусизов, Информбюро, Восточно-Казахстанская область. Жители Костанайской области арестовали за попытку протаранить блокпост. Дорогу перекрыли из-за перелива талых вод, но подчиниться законным требованиям полицейских водитель не захотел. За что поплатился свободой? Один из водителей привлечен к административной ответственности. С 5 апреля в данном районе действует чрезвычайная ситуация местного масштаба. И совершение таких деяний в это время является отягчающим обстоятельством. За неповиновение и попытку протаранить блокпост в селе Октябрьское водителя арестовали на 5 суток. Талые воды затопили 600 метров дороги. Движение было приостановлено для всех видов автотранспорта. Ранее жители Костаная штрафовали за нарушение режима ЧАЭС. Они хотели ночью пробраться в затопленные дома. Но полицейские патрулировали район во избежание мародерства. Молодые люди стали нецензурно выражаться и агрессивно реагировать. Ассистентка Салтанат Нукеновой и раньше видела на ее шее следы от веревки. Об этом девушка рассказала на суде, выступая в качестве свидетеля. Она сообщила, что экс-министр нацэкономики имел полный контроль над гражданской супругой. За громким процессом следит Оксана Матасова. Сегодня журналистов попросили удалиться из зала заседания. Причиной послужила публикация в СМИ изображений присяжных заседателей. Между тем состав присяжных менять не стали. Сегодня выступила подруга Салтанат Нукеновой Аида Ахмедина. Из переписки девушек, зачитанной судебным обвинителем, следует, что Куандык Бешимбаев, зная, что у Салтанат есть фото с побоями, боялся шантажа. У моей семьи есть фото с побоями, и типа мы его будем шантажировать, что опубликуем, и будем деньги тянуть с него. И он просил сделать видео, где я голая, чтобы у него тоже был рычаг на меня, и что это его гарантия, что никто не будет его шантажировать. Также на заседании выступила ассистент Салтанат Нукеновой Анар Тасова, которая видела следы истязаний на теле Салтанат и знала, что Куандык имел полный контроль над девушкой. Я поворачиваю голову к Салтанат и вижу, что у него с левой стороны здесь были следы от удушья, следы от веревок, и у него вся левая сторона была в синяках. И в ходе разговора она рассказывала о том, что Куандык Тиран, он 24 на 7 находится рядом с ней, не разрешает ей общаться с подругами, с сестрами, она постоянно находится под его контролем. После допроса свидетелей сторона гособвинения ходатайствовала ограничиться доказательствами, которые были уже представлены в суде, и перейти к исследованию материалов дела. Судья Айжан Кульбаева ходатайство удовлетворила. Суд считает необходимым ходатайство заявленной стороной обвинения удовлетворить и перейти к дальнейшему этапу судебного следствия – это исследование материалов уголовного дела. Суд перешел к исследованию материалов дела. Очередное заседание по громкому делу состоится завтра. Оксана Матасова, Ромель Дусумов, Информбюро. Уголовное дело против бывшей невестки первого президента Гульмиры Сатабалде находится на ознакомлении сторон. Ей вменяют незаконное лишение свободы, вымогательство в особо крупном размере, самоуправство, повлекшее тяжкие последствия. Санкции суда Алматы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. После ознакомления с материалами расследования дело передадут в суд, сообщили в антикоррупционной службе. Напомню, в мае прошлого года Гульмиру Сатабалде приговорили к 7 годам лишения свободы за рейдерский захват бизнеса и хищение более 700 миллионов тенге. Продолжаем эфир. Масштабные поправки по вопросам кредитования населения разработали в Казахстане. Указ, направленный на снижение закредитованности граждан, ранее подписал Касым Жумар Тукаев. Новый законопроект разработало агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Как изменятся правила выдачи кредитов, расскажет Наргиз Жанабекова. Новый законопроект, призванный облегчить долговое время казахстанцев, рассматривают в парламенте. Согласно поправкам, граждане, имеющие кредитную просрочку свыше 90 дней, больше не смогут получить заем в банке или в микрофинансовой организации. Да и требования к заемщикам значительно ужесточат. Для снижения долговой нагрузки вводят новый норматив – отношение совокупной задолженности по кредитам к доходу заемщика. Как отметил экономист Арман Байганов, если у заемщика низкий доход, банки и МФО вправе отказать ему в выдаче кредита. Если заемщик не позволяет его доходы, именно платежи на собственность низкая, не соответствует сумме займа, то ему имеют право отказать. То есть банки и микрофинансовые организации не должны выдавать займы данному заемщику. Проблемных заемщиков обещают избавить от внимания коллекторов на уступку займов сборщикам. Долгов могут ввести двухлетний мораторий. Это значит, до мая 2026 года и после мая 2026 года передавать коллекторам разрешат только те кредиты, которые числятся проблемными 24 месяца. На сегодня портфель коллекторов порядка 360 миллиардов и проблемных заемщиков у них уже 890 тысяч. Последние два года микрофинансовые организации и банки очень много проблемных займов передали им. Для того, чтобы этот вопрос регулировать, вводятся моратории на продажу проблемных займов коллекторам в течение двух лет. Поправки по задумке авторов могут усложнить жизни мошенника. Выдача кредитов онлайн без проверки биометрических данных попадет под запрет. Законопроект уже принят во втором чтении мажористом парламента и в настоящее время находится на рассмотрении в Сенате. В Кокшетау оглашен приговор создательницы финансовой пирамиды. Женщина привлекала средства якобы для строительства фармацевтического завода. Таким образом, она обманула жителей Астаны, Кокшетау, Алматы и Североказахстанской области. Мошенница собирала средства с октября 2022 года по апрель 2023. По терпевшим и по делу проходят 17 человек. Они лишились около 300 миллионов тенге. Помимо тюремного срока, суд обязал ее выплатить ущерб пострадавшим на сумму более 16 миллионов тенге. Подсудимая незаконно привлекала средства граждан-вкладчиков якобы для строительства фармацевтического завода, развития БАДов и других лекарственных препаратов. Обещала быстрый рост дохода путем получения вознаграждения. Приговором суда ей назначено 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Бюро национальной статистики рассказали, где в Казахстане жилье самое дорогое, а где дешевое. По данным аналитиков, самые дорогие квадратные метры в Астане – 575 тысяч тенге. А вот в Уральске КОК считал не больше 300 тысяч. Какие цены сложились на первичном и вторичном рынках, расскажет Анастасия Новикова. Аналитики выяснили, что самыми дорогими оказались квадратные метры для жителей столицы. Вторичка в среднем стоит аж 613 тысяч, на 38 тысяч дороже первички. В Алматы – 592 тысячи за квадратный метр, а в Шамкенте – 430 тысяч тенге. Минимальные цены на перепродажу вторичного жилья, в свою очередь, отмечают в городах Ахтубе – 290 тысяч 693 тенге. В Укшитал – 297,382 тенге и в Туркестане – 308,187 тенге. Недвижимость для многих казахстанцев остается недоступной роскошью. Чаще всего жилье берут в ипотеку под большие проценты или платят за съем. Нет, недоступно. Потому что все здесь дорого. Цены очень высокие. Я вот сама многодетная мать. С 2006 года, с 2016 года стою в очереди. Пыталась уже разными путями приобрести себе жилье. Нет, это невозможно. По словам экспертов, в последние месяцы рынок оживает. При этом резких скачков цен не ожидается. На стоимость сильно не повлияют даже новые госпрограммы, так как они предусматривают ограниченные суммы и занимают всего несколько процентов от рынка. У нас цены, можно сказать, стабильны. Но будет рост в рамках действующей инфляции. Если брать столицу, Астану и Алмату, то там может быть замедление роста. Но рост все равно будет. При этом прогнозировать цены на аренду сложно, говорят эксперты. На нее могут повлиять любые внешние изменения. Сейчас, по данным аналитиков, дороже всего аренда благоустроенного жилья в Алматы. 5 123 тенге за квадратный метр. В Шемкенте чуть выше 4 тысячи. И в Караганде почти 3900 тенге за метр. Казахстанские теннисистки готовятся к чемпионату мира. 12 и 13 апреля в Токио им предстоят отборочные встречи с женской командой Японии. Это квалификационные игры Кубка Билли Джин Кинг. 18-летний Оружан Сагландыкова будет выступать за сборную уже второй раз. Вместе с ней играть за Казахстан будут Юлия Путинцева, Зарина Диас, Анна Данилина, Жебек Куламбаева. Лидер сборной Елена Рыбакина в Японию не поедет. Тренерский штаб решил не прерывать ее подготовку к летним Олимпийским играм в Париже. Поэтому сборную Казахстана против японок возглавит нынешний первый номер Юлия Путинцева. За нашу сборную можно будет поболеть в прямом эфире утром 12 и 13 апреля. Всегда готова быть первым, вторым, третьим номером, если надо. Главное – это приносить очки за команду. Я считаю, у нас есть шансы. Настоящий натуральный казахский чай чемпион Кения Сансет. Это черный высококачественный гранулированный кенийский чай, который наполнит каждый дом ароматом уюта и станет украшением любого дострахана. Обладает великолепным терпким и насыщенным вкусом. Чемпион Кения Сансет не содержит красителей и ароматизаторов.